В прошлый раз мы остановились на том, что такое стадия кастеризации. Мы прошлись по стадиям конвейера, где они существуют, для чего нужны, что такое веселяция, что можно делать при помощи геометрического шейдера, конвертация из одного пространства в другое и так далее, и дошли до растеризации. Давайте все-таки разберем, что происходит внутри растеризатора. Самая интересная стадия, наверное. Давайте сначала рассмотрим, какие подходы бывают вообще к растеризации. На текущий момент их всего два. Это трассировка лучей и классический подход, о котором я вам рассказываю. Трассировка лучей – это классная технология визуализации. Она дает бесплатные тени, она позволяет делать отражения всяких поверхностей, типа вода, глянцевые поверхности и так далее. Причем эти отражения реалистичные, честные, все красиво. Эта технология используется в киноиндустрии, всяких блокбастерах и так далее. Она дает очень реалистичную картинку, красивое освещение. Но единственный недостаток в том, что она крайне ресурсоемка. И в реалтайме пользоваться ею до текущего момента, по крайней мере, нельзя. Пока еще. Так что прям все лучами рендерить и без использования дополнительных каких-то хаков, махинаций так не получается. И поэтому мы этот подход, в принципе, рассматривать не будем сегодня, по крайней мере. Мы рассмотрим классический. А классический – это вот тот подход, который используется уже несколько десятилетий. Он тоже дает хорошие результаты вполне себе. Но единственное, что там нужно прибегать к большому количеству разных хаков, для того, чтобы картинка выглядела более-менее похожей на реалистичную. И вот вам пример наглядный. Трассировка лучей слева без трассировки. То есть там есть какое-то одно отражение слева в этой маленькой улице. И то непонятно, что там конкретно отражается. А вот справа отражается во всех лужах. И как бы отражение вроде как даже честно. То есть отражается здание, которое мы видим в хео. Это, по-моему, смешут из какого-то Battlefield. Одно из последних. А вот еще один пример трассировки лучей. У нас вот сфера зеркальная. И в сфере отражается то, что вокруг нее находится та сцена. То есть явно видно здание, похожее на какую-то церковь. Там куча людей сидит на скамейках. И так далее. Такие вот возможности у трассировки лучей. А теперь давайте перейдем к классическому варианту трассеризации, который до сих пор используется многими-многими разработчиками. Смотря на то, что уже есть биохарты с хабварной поддержкой трассировки лучей. Уже три года как они есть, но все равно трассировка еще не так распространена. По причинам производительности, как я озвучил выше. Итак, что же собой представляет ластеризация? Это процесс, при котором примитив конвертируется в элеменное изображение. И ему назначается пикселем, который он занимает на экране, назначается цвет и глубина. То есть там два прохода. Нужно сначала определить, какие именно пиксели занимаются каждым конкретным примитивом. А потом их пройтись, по ним их заказать. И как это делается? Значит, примитив, который приходит трассеризатор, он находится в координатах проекции. И он должен быть прежде всего переведен в нормализованную пространство. Для этого, чтобы это сделать, мы делим x, y и z координаты на дам. Того же самого вектора, который у каждой вершины присутствует. И чтобы понять, какие именно пиксели в окне пересекает этот примитив, нужно пройтись вообще по всем пикселям в окне, который есть, и проверить каждый из них на пересечении с уже восприцированными координатами. Причем каждого примитива. А как это сделать? Собственно, здесь нам на помощь приходит граничная функция. Эта функция хороша тем, что если мы возьмем треугольник V0, V1, V2, и он как-то закручен в правую сторону, то есть по часовой стрелке, от V0 до V1 и до V2. То есть если мы возьмем вектор V0, V1 и применим эту функцию к каждому пикселю на экране, то до этого вектора все значения этой функции будут предстательными, а справа от вектора они будут положительными всегда. А если на границе, то они будут нулевые. То есть получается, что если мы пройдемся по каждому из векторов, то мы можем найти четко те пиксели, которые всегда возвращают положительные знаки. И отсечь те, которые возвращают этот отрицатель. И преимущество этой функции в том, что она очень хорошо распараллеливается и очень эффективно может быть реализован на уровне железа. Поэтому растрелизация происходит достаточно быстро на современных блокпапах для миллионов и миллионов пикселей. Следующим этапом идет интерполяция данных, линейная интерполяция. То есть внутри вершины записаны не только данные в позициях, но и разные дополнительные данные. Цвет, нормаль, текстурные координаты и много чего еще там. И при переходе из векторной структуры в пиксельную примитив, к нему применяется линейная интерполяция. Причем с помощью той же самой граничной функции. И получается, это делается за нас. Это делается принудительно. И мы на это не влияем, но это очень классная штука, потому что таким образом можно интерполировать цвет, а также растянуть текстурные координаты. То есть на входе у нас есть только 4 значения текстурных координат, или даже 3, в случае, если это треугольник. А на выходе у нас будет отдельное значение для каждого пикселя, причем интерполированное. И мы его можем просто засунуть в сэмплер, в шейдере, и взять нужный цвет по правильным координатам. При этом мы лично для этого и вообще ничего не делаем. Вот результат интерполяции. Это из моего собственного движка. Обычный треугольник. К каждой вершине был назначен отдельный цвет. Красный, синий, зеленый. И вот результат, как работает интерполяция. То есть вот этот синий, он примерно до середины, как и красный, и зеленый, они растянулись, и на середине как-то они там смешались. Следующая стадия после растеризации идет pre-fragment operations. Здесь, когда глубина и позиция фрагмента известны, то можно провести тесты на эти фрагменты. Здесь можно провести тесты трафаретные и тесты глубинные. Если какие-то фрагменты их не проходят, то они дальше не попадают и просто подбрасывают. фрагментный ассемблер, то есть сборщик фрагментов. Это стадия конвера берет то, что возвращает растеризатор, ну или стадия, которая была после него, если она работает, ну если она была активна. И вот эти все данные посылают как группу в стадию фрагментного ассемблера. То есть собирают потоки и запускают множество потоков. И все это работает параллельно. И, собственно, сам фрагментный ассемблер. И здесь вот как раз вся основная магия и происходит. То есть мы уже растеризовали, но пока что цвет еще пикселю не назначен. У него есть только глубина. И вот здесь задача этого фрагментного ассемблера как раз назначить правильный цвет пикселей, который пришел к этому шагу. Ну тут вот именно на этой стадии происходит большинство всяких эффектов добавляется. То есть тени, сглаживание, всякие блики там и так далее. Все это делается именно здесь. Но по факту вам нужно, сколько бы расчетов вы ни делали, конечный результат будет этот цвет. И там может быть миллион расчетов, но в конечном итоге все эти расчеты придут к тому, что вы вычислите правильный цвет пикселя, данного конкретного пикселя на экране, и вернете его дальше. На следующей стадии, по примеру. А следующая стадия – это постфрагмент оперations. Тут, в принципе, происходит то же самое, что на префрагмент оперations, только в том случае, если та стадия не была активна. То есть если там не активна, активна здесь. Вот и наоборот. И давайте немножко об этих тестах поговорим, которые выполняются в стадиях. Вот, например, трафаретный тест. У нас есть буфер глубины, и внутри него трафаретный бит. Они как-нибудь слеплены вместе. У него там 8 бит всего лишь. Из буфер глубины – это 32 бита, и из них 8 занимают трафаретный буфер. Это дает нам диапазон 256 значений, которые могут быть записаны в данный буфер. И в зависимости от тестов фрагменты могут быть либо приняты, либо отброшены. И вот пример такой, условный, но, я думаю, наглядный. То есть если… Вот слева обычная сцена наша, обычная текстура, которую мы рендерим. Центральная картинка – это условный такой трафаретный буфер. И там все обозначено нулями, и только вот такой вот маленький квадратик единочки. А внутри нуля. И если применить трафаретный тест, то там, где единицы, мы увидим изображение, а там, где нули, мы не увидим. Он их отбросит. И вот еще один прикольный эффект, который можно делать при помощи трафаретного буфера – это вот такой вот outline эффект вокруг объекта. Я думаю, многие из вас видели. во всех современных играх, заодно в шутерах такая же, как и есть. Это достаточно просто делается. То есть мы сначала рендерим тот же самый объект в той же самой позиции, только чуть-чуть заскаленный по x и y. при этом мы запрещаем запись в буфер глубины. И потом мы возвращаем запись в буфер глубины и рендерим этот же самый объект, только уже в его настоящих нормальных размерах, без скейла, и с его нормальными там текстурами и цветами. И получается, что он поверх вот этого вот своего же собственного изображения рендерится. И получается, что эта рамка, она всегда как бы вокруг него, при этом она не заграживает то, что перед ним. А теперь про тест глубины. Это буфер глубины. Это очень важная штука, которая позволяет правильно нам воспринимать картинку. Если бы его не было, был бы полный хаос. Потому что все эти фрагменты, которые параллельно отправляются в стадию фрагментного шейдера, они, ну, их порядок не определен. И какие могут прийти раньше и позже, непонятно. Поэтому нужно проводить обязательно тесты глубины, чтобы понять, нужно ли нам записывать в текстуру каждый конкретный пиксель или нет. Вот пример, например. Вот слева это без буфера глубины, а справа с буфером глубины. Разница очевидна, но я поясню, что здесь слева буфер глубины не работает. И получается, что некоторые пиксели, которые приходят сюда, они приходят после того, как приходят те, которые должны быть до передней части модели. То есть они как бы перезаписывают их сверху. Получается, что задняя часть просвечивает через переднюю. Справа уже как бы все пофикшено, и вот нормальная модель получилась. Еще есть одна штука, связанная с буфером глубины, это Z-fighting. Z-fighting это такая вот штука, при которой она, ну, этот эффект еще получается, когда два объекта находятся на одной и той же глубине и, в принципе, на пересекающихся позициях. И из-за того, что, опять же, эти фрагменты, которые отправляются в фрагментный шейдер, порядок их не определен, начинается мерцание. Какие-то пиксели отрабатывают раньше один кадр, в следующем кадре они могут отработать позже. И получается, что оно метешит вот так вот, именно в месте пересечения. А происходит это все потому, что буфер глубины, он нелинейный, и ему легче всего распознать глубину именно вблизи камеры. А если это объекты дальше от камеры, там уже точность сильно падает. Причем так, прям экспоненциально падает. И один из способов бороться с такой проблемой, это перевернуть буфер глубины. То есть, то, чтобы перевернуть буфер, нужно сделать несколько манипуляций с матрицей проекции, с дальней и южной плоскостью. И мы их местами меняем. И тогда получается, эта функция переворачивается. То есть, вдалеке она будет считать глубину хорошо, потому что дальняя плоскость теперь стала ближней. А ближняя к нам плоскость, она в любом случае будет иметь нормальный результат, потому что она близко к камере, и там, в общем-то, не будет никаких проблем. Мы дошли до финальной стадии, это color-planning operations. Здесь происходит как раз смешивание цветов, если включена соответствующая опция смешения, если не включена, они просто записываются. Опять же, если применена какая-то прозрачность к пикселю, она тоже применяется, смешивается и так далее. Вот, например, слева у нас есть текстура окна, по центру то, что внутри окна, как бы помещение. Если наложить одно на другое с прозрачностью, то вот мы получаем вот такую прозрачную розовую окно. Давайте немножечко подсуммируем, что было сказано за эти две части. То есть, у нас вот есть конвейер, он начинается с вершинного индексного буфера. Мы устанавливаем либо вершинный, либо вершинный индексный буфер на стадию конвейера начала всего. Потом это все попадает в input assembler, собирается там примитив, потом передается примитив на вершинный шейдер по частям. Там происходят разные трансформации с ним, применяются матрицы, он изменяет позицию, скеллится и, собственно, потом стадия дисселяции. Там добавляются треугольники, добавляются вершины, геометрия становится более детальной. Следующая стадия это геометрический шейдер. Там можно создавать вообще новые совершенно примитивы, генерировать ландшафт и кучу всего остального. Потом это все приходит в астеризацию, там заполняется, определяется, какие пиксели на экране должны быть закрашены. Переходим во фрагментный шейдер, там это все закрашивается нужным цветом нам. И потом переходим на холлокблендинг к стадии смешения цветов. А потом мы это все выводим на экран, потому что получилось. И вы как бы спросите, возможно, кто-то из вас подумает. Вот этот конвейер существует нескольких десятилетий. он там модифицировался, как-то улучшался. А есть ли какие-то альтернативы? Вообще кто-то подумал о том, что можно по-другому это все делать. И таки да, есть альтернатива под названием Mishaders. В конце 2018 года Nvidia представила свой обновленный конвейер на архитектуре Тюринг. И что было мотивацией для этого? Мотивацией для этого было желание улучшить производительность, убрав из этого конвейера, который существует уже десятилетия, узкие места и упростить сам конвейер. И вот сравнение конвейера. То есть наверху конвейер существующий теперь распространенный, а внизу это конвейер Nvidia для Тюринга. Ну и Тюринга дальше. Видите, насколько сократился конвейер, убиралась куча стадий. Из различий, то есть вершинный шейдер был убран полностью вся тисселяция и геометрический шейдер. Остался электронный ток растеризация стадия растеризации и пиксельный шейдер. Вот эта часть растеризации далее они не пробовали, но все, что до растеризации они поменяли. Они добавили туда тасс шейдер, потом стадию генерации мешей и собственно мешей. Какие преимущества у этого всего есть? Первое это большая масштабируемость. Это достигается за счет того, что убирается фиксированная функция конвейера. У программируемого конвейера тоже есть фиксированные моменты, которые нельзя убрать. И вот здесь они выкидывали все эти моменты и расширили пропускную способность. То есть меньше загруженность полосы пропускания последующих конвейера. То есть можно отсекать вершины, которые мы не будем видеть в любом из вариантов на самых ранних этапах. И тогда они не будут занимать нашу полосу пропускания видеокарты и просто сразу же отсекаются и их отбрасывают. Сейчас не в этом конвейере, а в традиционном даже если вершина не будет видна, она будет существовать аж до стадии рестеризации. Пока на стадии рестеризации рестеризатор сам не отсечет все лишнее за границами экрана. То есть по их сути берем. А здесь это произойдет сразу же. Ну и гибкость еще. Гибкость определения топологии Меша и создания игроков. Вот дисселяция она ограничена фиксированными паттернами, их нельзя менять, а геометрический шейдер он страдал и страдает от неэффективной программной модели, которая создавала леду треугольников на каждый поток. Здесь понятно, что любая стадия шейдера это отдельный поток, который не имеет доступа к соседним потокам. И в этом потоке обрабатывается какая-то одна вершина или один пиксель. И получается, что когда мы генерируем что-то в геометрическом шейдере, мы создаем в каждом потоке свою ленту треугольников, состоящую из какого-то количества треугольников, которые нам нужны. Зависит от задачи. И получается, что это мощная стадия, но не сильно эффективно реализована. И давайте рассмотрим все-таки пару стадий, что там происходит. Стадия таск-шейдера, она опциональна. Назначение шейдера это ранее определенные машины, которые не будут видны. Здесь мы отсекаем сразу же то, что не влазит по их в экран, за пределами камеры. и таким образом сразу экономим во-первых способностям, во-вторых производительность не тратим лишнюю на обработку этих вершин. И здесь же определяется необходимость делать лоб, то есть level of the variance. После того, как все это было сделано, мы переходим в меж шейдер. И тут стадия меж генерации и меж шейдер. Генератор сам по себе запускает потоки для обработки межлетов. Я расскажу, что это такое. А шейдер эти потоки обрабатывает. Он разбивает каждый меж на определенные 300 частей и обрабатывает их параллельно в разных потоках, независимо от группы. То есть одна большая модель приходит трёхмерная, этот шейдер их разбивает на кусочки какие-то. Ограничено это все памятью я не помню цифры, но небольшой трёхгольниках там 128 байт на один поток. И все это обрабатывается. И здесь же происходит киселяция на основе того, что было в таск-шейдер. Добавляются какие-то детали или наоборот убираются детали. Вот наглядное представление level of details. у нас level 0 это вообще какой-то брусок, а level 9 это уже что-то похоже на кристалл с огромным количеством полигонов 5 миллионов здесь 1880 трёхгольниках а на стадии 0 было 20 вот так можно варьировать модель от низшего к большему и наоборот от большего к большему. Если модель сильно удалена от камеры там большая то есть просто ты видишь пару пикселей этой модельки и ты не разберешь что это. Рендерить надо будет все трёхгольниках. А вот результат работы мишенью. То есть вот этот двигатель и этот кролик они обработаны были этим шейдером и вот эти разные цвета на них как раз обозначают те зоны отдельные которые были обработаны в разных потоках. То есть вот это каждое пятно особенно на кролике видно хорошо эти вот пятнистые моменты это все такие куски вершин которые были переданы каждый свой поток и обработаны параллельно а потом собраны вместе. И что получается в конечном итоге всего этого? Значит это к сожалению не серебряная пуля и технология это не сделает рендеринг быстрее магическим углом. Много времени уходит на имплементацию и оптимизацию потому что всякие фиксированные части конвейера были убраны теперь это по сути почти что полностью программируемый конвейер заключение двух моментов и вот эту работу теперь приходится делать самому и оптимизации всякие имплементировать и так далее а это занимает много времени кучу алгоритмов тестирования то есть шайдеры нужно еще и оптимизировать под разные сценарии ну как бы это всегда нужно делать по сути но тут еще больше технологии к тому же еще и потребление памяти увеличивает но плюс в том что размер конвера сильно запрещается там по сути только три стадии вместо семи этот конвейер может пригодиться для рендеринга объектов с большим количеством полигонов и всякими динамическими изменениями их количество но большой минус этой технологии в том что она пока что доступна только на виндикарках от NVIDIA AMD только в начале этого года заявила о поддержке и тот о поддержке только в DirectX 12 а о поддержке в самом вулкане пока что очень известно непонятно когда это будет если вы решите такое делать то вы ограничены только видеокартами NVIDIA кроме того еще и серии Turing и выше то есть это от восемнадцатого года и дальше карты в принципе достаточно новые ну и напоследок хочу показать как устроен цикл рендеринга ну это на примере Windows самый простецкий вообще цикл рендеринга вот этот внешний вайл грубо говоря цикл внешний который крутится все а внутренний вайл это обработчик сообщения окна вот здесь мы получаем команды окна транслейтим и диспатчем отправляем окно после того как все команды обработаны у нас есть апдейт и дру внутри апдейта принято делать вставляет туда код который апдейтит логику игры всякие физики апдейт физики апдейт положение объектов всякие там взаимодействия обработка инпульта там и так далее а дров уже должен заниматься непосредственно рендерингом здесь подготавливается и называется конвейер для отработки каждого условно 3d объекта либо там пачки 3d объекта здесь что вам нужно и вот этот апдейт и дров они должны вызываться ну как бы минимум 60 раз в секунду хорошо чтобы оно было так иначе начнутся там всякие срывы синхронизаций всякие вот эти вот гличи неприятные моменты когда у тебя картинка как-то на половине экрана разрывается а потом другая картинка подняла вставляется то есть получается бывают такие вертикальные ниги бывают такие горизонтальные короче в зависимости того как монитор обновляется но в целом будет заметно вот ну и все есть у кого вопросы это